Хочешь стать крутым разработчиком Python? Выполни. Вопрос что? Что бы вы предположили? Ответ будет в конце. Сначала давайте так. Чуть позже я рассмотрю код. Это будет опять срез. Срез человек который будет начинать писать. Что не так посмотрим. Сейчас я вам рассказываю о проверенном результативном методе. Действительно метод бомба где результатом является то что вы пишете код с головы. Сначала я рекомендую чтобы не терять время на это посмотреть три видео. Оно в описании. Первый. Я не знаю что мне делать. Оно будет прекрасно подходить для людей которые читали книги посещали курсы и все никак не пишется. В чем же дело? Основные принципы. Видите сколько много отметок нравится. Второе видео. Сделаю из не программиста программиста. В этом видео мы будем рассматривать более серьезный случай когда человек пишет. Здесь я рассмотрел моментик. То есть когда человек пришел. Только пришел. Только начинает заниматься. И посмотрите на себя. Даю крутой гайд как устроиться в банк. То есть и там сразу тест. Тоже видите много понравилось. Там простые вопросы. Про себя продумайте. А знаю или о чем вообще речь? Здесь должно быть система работы с кодом. В чем заключается ваша система работы с кодом? Остановите видео и прямо сейчас ответьте. Я расскажу в чем заключается моя. Первое. Свободное чтение кода. Свободное чтение документации. Написание собственного кода. Близ ответы сразу из предыдущих видео. Это мы смотрели. Сколько времени нужно чтобы выучить python? Ребят все вопросы там полгода, год, три месяца. это все будем говорить так. Будет работать только при одном условии. При выбранный правильный порядок. Изучаете ли вы то согласно той системе которая ведет к написанию кода. Если ваше изучение не предполагает две этих вещи то все остальное будет напрасно. гарантированно. Многие из вас это прошли. Давайте посмотрим теперь маленький фрагмент. В этом фрагменте код не важен. Новички все равно тут ничего не поймут. Первое. Многие из вас ребята которые запутались о типе ничего не знают. Большинство знают что тип это некий тип данных. Это неверная информация неполная. Большинство знают что тип это кавычки скобочки новички да. А вот здесь как раз таки я пытаюсь поставить полностью дотянуться до типа. То есть для меня немножко тип включает немножко другое. Каждая конструкция имеет тип. И дальше пошли включение как это все выражается. Здесь мы учимся писать код. У человека прекрасно работает мысль. Но в любом случае это в данном случае говнокод. Сейчас я хочу чтобы вы услышали одну мысль. Вот дошли до этого кода. Мы до этого месяца работали с объектом. Чтобы данный парень мог разложить объект на три составляющих. Я сейчас не буду в этом видео говорить. Вы много узнаете с этих трех видео. Что здесь прекрасно получилось? Прекрасно получилось что мысль от начала до конца работает нормально. То есть прекрасно. Второй момент. Появились четкие слова программиста которые имеют конкретный смысл в каждом конкретном месте. То есть тип, ссылка и так далее. Вот эти все моменты которые именно применены там которые имеют значение и смысл. Этому надо учиться. на выходе. Чтобы вы понимали. Потому что въезжать тут все равно не въедете. Я хотел понимать несколько вещей для себя. Понимает ли сейчас человек. То есть оперирует ли он объектом. Да, оперирует. Скажу с этого не буду заострять внимание. Потому что все равно это будет непонятно. Для в этом маленьком кусочке видео. Второй момент. Так как мы готовимся писать и уже практически пишем. Но вот это я сказал сразу ему это говнокод. Он добротный, но говнокод. По одной простой причине. Почему? Здесь не хватает чего? Здесь не хватает обработки. То есть если мы что-то говорим знаем о типе или объекте. Но когда мы не обработали значит это не лежит в нашем поле. Тут мы уже говорим о написании кода. Итак, какую мысль надо было услышать? Время. Так вот, обратите внимание. Полгода можно читать книги. Полгода можно что-то проходить. А полгода можно потратить на то, чтобы рассмотреть 10-12 вещей. Одна из них будет там объект. Второе будут параметры. Рассмотреть это во многих языках. И научиться читать в коде. В таком случае это все будет работать. Это будет инвестированное время. Пример крутого урока. В одном из этих видео есть. Я показал на начале. Самое главное, что там надо запомнить. Что надо? Я буду задавать вопрос раз, два, три. Возможно пройдет неделя. Возможно полторы. Но пока я не добьюсь чтения в коде данного элемента, четкого понимания в коде в документации, мы не пойдем дальше. Потому что я понимаю, что моя задача, чтобы человек писал код с головы. Сначала его надо читать. Но для того, чтобы этот код читался, надо добиваться очень конкретных вещей. Здесь я рассказывал, например, в этом срезике про такой срезик маленький. Параметры. Много сейчас говорят. Вот я выращиваю мощного там веб-разработчика. Ребят, все это начинается с одного. Чтение кода. Не чтение кода. Все остальные методы работать не будут. По этой системе, которую я вам рассказываю, питон может быть стремительным, результативным. Почитайте, посмотрите канал. В описании будет ссылочка. Задаете вопросы. Покупаете индивидуальное обучение. И занимаетесь. Шаг за шагом. Все у меня.